Библия — это бездна богатства. И я только прочитал цитату Дуай Муди. Он жил в Массачусетсе, здесь в США. «Раньше я думал, что должен закрыть Библию и молиться о вере, но впоследствии понял, что вера приходит через изучение Слова Божьего». И давайте сейчас перейдем к разделу, что нам дает Слово Божье. И я надеюсь, что вы мне в этом поможете. Как пример, я скажу один, а потом по рядам здесь два примера, ну или кто может здесь, и этот ряд. И я буду записывать на доске это все. Что нам дает Библия? Или что мы приобретаем, когда читаем Библию? Вы можете искать в Библии, места такие из Библии, что Библия дает нам. Ну, например, Иисуса Навина 1,8. «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Я выписал такое, что дает успех и благоразумие. Я сейчас запишу на доске. А вы можете готовиться сказать мысль. чисто местописание и мысль, что дает Библия. Три с половиной года назад мы с молодежью начали читать по плану чтения Библии по 15 минут, не меньше 15 минут. Это Денис Самарин создал такую программу. И для меня родной брат таким примером послужил, что он ни разу не сбивался за эти три с половиной года. Каждый день читал. Это примерно 1400 дней. Я удивлен был. Получается, читаешь не меньше 15 минут в день, и тогда день засчитывается. И вот так вот прибавляется, прибавляется непрерывность. Если, например, сбился, то начинаешь с нуля. Или если больше 100, то если 180, то к 100 возвращаешься. Ну а как бы три с половиной года без перерыва, это очень нужно постараться. И это в этом успех очень. Можно написать? Давай. Псалом 118, 111. Откровения твои я принял, а не веселье сердца. Мне очень весело от Библии. Веселье дает. То есть тебе грустно, читай Библию, пройдет все. Веселье. Да. Вот буквально, друзья, откровения твои я принял, и веселье сердца моего. Отличная мысль. Так же самое, и когда язык учишь иностранный. Полиглоты говорят, что не нужно целый день учить так, ну, интенсивно сильно, чтобы не отбить желание. А лучше, продуктивнее будет, если каждый день 10-15 минут, и тогда будет успех очень большой. Ну, повторение так вот. И чтобы в чем-то был успех, надо постоянство. Библия – это хлеб на каждый день, а не торт по воскресеньям. Может, кто-то готов еще? Да, Люда, пожалуйста. Утешение. Так, я не знаю, какой рисунок нарисовать. Ладно. Может, подскажете? Что? Оу. Окей. Так. Слово Божье очищает нас. Это написано в Виакова. 1.23. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть, Библия – это зеркало. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет своим действованием. Но я написал, что здесь Слово Божье очищает нас, когда мы смотрим в зеркало, когда мы читаем Библию, мы смотрим в свете Божьем на себя и какие мы грешны. И нам хочется исправиться, преображаться в образ Божий. А в Библии написано привычки все Божьи, все качества. И мы так можем преображаться, черпать из него, из Библии. Это очищаем. Можно нарисовать веник, но я думаю, карантин прошел, можно антисептик такой. Так, может, с этого ряда кто-то готов? Второй тематрик, третья глава. Все описание благословерно, полезно для научения, для исправления, для наступления. Можно выбрать для исправления. Для исправления. Ну, исправление, очищение. Может, полезно? Или что еще, как вы думаете? Витамин С. Так, может, с этого ряда кто готов? Да, пожалуйста. То есть спасает. Все отлично. Может, кто-то готов с этого ряда, следующего? Давайте. То есть Библия дает мудрость. Может, с этого ряда кто-то? Да, Библия. Да, Библия. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня устами Твоими. Слово Божие научает. Научает. Отлично. Может, есть идеи, какие логотипы придумаем? Спасает. Научает именно. Как вы думаете? Окей, не завершим. Следующий. Можете, пожалуйста. Если готовы. Или кто готов? Пожалуйста. Укрепляет душу, да? Нас укрепляет. Так, может, кто-то еще готов? Пожалуйста, брать. Слово Божие – светильник. Освящает. Кто еще о том? Да, пожалуйста. А это не подходит, что очищает нас? Открывает себя и тогда очищает, как зеркало. Или какая мысль ты имел в виду? Слово Божие себя и сняет. Открывается. Открывается. Окей. Ладно. Это больше так, когда научает. Это подпункт, когда научает. Кто еще готов? Кто еще готов? Пожалуйста. Да, Влад, пожалуйста. Иоанна 15.7. Если приходите во мне, и слова мои ваше, то, чего не пожелаете, просите и будет вам. Если правильное отношение к Слову Божию, исполнение наших желаний. Исполнение желаний, так запишу. Ответы на вас. Так, кто-то еще может готов? Да, пожалуйста, брать. То есть, через Слово Божие возрастаем во спасение. Окей. Продолжение следует. Может, кто-то еще готов? Так, все, что ли? Да, пожалуйста. Какая мысль? Вера. А, вера. Так, кто-то еще может готов? Да, пожалуйста, сестра. Да, большую радость приносит. Хорошо. Тогда я подведу итог. Что Библия дает, какая драгоценность к нам. Она, во-первых, дает успех и благоразумие. Потом веселье. Утешает нас. Очищает нас. Очень полезно нам. И спасает нас. Мудрость дает. Научает. Укрепляет душу. Освящает. Ответы на молитвы мы получаем через Библию. Рост духовный по ним у нас появляется. Вера, ну и радость. И мы будем молиться, как важно именно исполнять Слово. Не только его читать, как бы успокаивать себя. Прочитал и все, как бы. А нужно еще и исполнять. Тогда Библия говорит, этот человек блажен. И с Господом он будет в небе.